Воскресное утро на площади возле Дома культуры полет непривычно шумно и многолюдно. Из колонок звучат патриотические песни, а гостей встречают бойцы Красной Армии. И такое стечение обстоятельств не случайно. В честь 75-летия битвы за Москву администрация поселения подготовила для жителей выставку оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Здесь мы видим советский миномет 120-миллиметровый. Считается самый тяжелый миномет. Расчет 4 человека. Участники поискового отряда «Туман» рассказали молодому поколению о том, как пистолет-пулемет «Шпагина» или трехлинейная винтовка «Мосина» приближали советского солдата к победе. На экспозиции представили и немецкое оружие, например, винтовку «Маузер». У меня в руках карабин «Маузера» Кар-98. Основное оружие немецких бойцов в период Второй мировой Великой Отечественной войны. Благодаря всевозможным фильмам у нас стереотип такой, что немецкие солдаты все поголовно были вооружены автоматами МП-40. И это далеко не так, потому что основное оружие вплоть до конца войны составляло этот карабин. Помимо привычной для нас техники военных лет, можно было познакомиться и с тем оружием, с которым русская императорская армия оборонялась во время Первой мировой войны. У нас вооружение траншейная пушка Гочкиса на пехотном лафете. То есть во время Первой мировой войны русская императорская армия начала войну со всеми знаменитыми трехдюймовками. Но после того, как все армии закопались в окопы, трехдюймовка уже не могла справляться со своими функциями, потому что у нее настильная стрельба, и плюс она тяжелая, большая и неудобная. А окопы противника зачастую располагались в 150-200 метрах друг от друга. Для подавления огневых точек и каких-то небольших укреплений армии потребовались небольшие, компактные, но с достаточной пробивной способностью пушки. В этот день администрация Никольского подготовила еще несколько сюрпризов, среди которых концерт военных песен и полевая кухня. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.